Мы его вытаскиваем, вытаскивай, нет! Дайте им пройти! Дайте им пройти! Я не против записи. Я не против моего записи. Я не против его записи. Титов Федор Васильевич, Приморский край, Лучегорск, 35 лет. Коноволок, Андрей Евгенийович, 26 лет, Хабаровский край. Пойманов Павел Викторович, Хабаровский край, 35 лет. Будет 36 лет. Можешь тебе рассказать об этом статистике? Были на позициях, он был ранен, оглушен и взялся вперед. И сопротивление не оказывал никакого. Вы выше сами? Да. Начался накат, стрельба началась. Забежал в блиндаж, передача оглушила. Прилетело что-то. И потом решил сдаться. Потому что уже выхода видения не было никакого. Я их в принципе не хотел. Всего этого. Войны и так далее. Я первую помощь отказывал. Граната прилетела. Парню ногу сломал и в шею расколов прилетел. Ну и как раз уже машины подошли. Получается выхода не было. Я здесь всего дня 10 на территории в принципе. А до этого какие были? До этого дома в Хабаровском крае. А как вы попали на войну? В связи с мобилизацией. Но я не поехал. Я с части скрывался, нужно так выразиться. И все потом поймали. И отправили сюда, пока я сроком. 10 лет. И отправили уже сюда. А где вы скрывались? Сколько? Дома. Достаточно долгое время. С начала октября до июня. Они потом поймали и привезли сюда. А почему вы не хотели идти мобилизацией? Я в принципе против насилия, против войны. Я не понимаю этого всего. За что, почему, как. А много таких, которые не хотели идти? Я с ними многими общался. Бывали и такие, что тоже не хотели. Но не было никакого выбора? Да. Получается, пару дней побеседовали. Позаставляли какие-то протоколы. Подопрашивали. И потом один из этих следователей сказал, что 10 лет тебе точно следят. А так от 10 до 15. И только как суд решил. Но сейчас по их, как так сказать, мнению и решению, есть выбор. Либо садишься, либо едешь туда на недолгое время и возвращаешься. Мне обещали, что просто в тылу отсидишься на связи, на рации. После того, как меня привезли, уже привезли и высадили непосредственно в лесополосе, я уже понял, что это нифига не шуточки. А, то есть вас просто привезли сразу уже на войну, даже учили? Да. Не учили ни обучения, ничего не было. Просто как с автобуса забрали, на машине привезли туда. Да. А у вас как раз посрочные службы были? Ну, когда-то давно пытаться там выбраться. То есть вы понимаете, где бы автоматы подержать? Ну, засрочную службу пару раз держал. Как вы вообще на войне что вы делали? Здесь большая часть. Даже представления, то есть подготовки абсолютно нет. А 57-я ваша бригада, может быть, удалил, это были вас комбилизированы? Большая часть, да. Большая часть, вы тоже комбилизировали? Да. А как вы наблюдаете, как вас комбилизировали? Получается, меня еще в сентябре сразу сразу уже волну поймали. Поймали? Ну, там просто выбора не было как такового, мне на работе вручили, я сразу потерялся. Не знаю, был напуган, тоже сроком напугали. Попал в часть. В части я тоже пытался как-то вырулить, но там уже, видимо, война делала особой государственной важности. То есть взятки и невзятки, это было бесполезно. Я уже даже здесь был, жене звонил, сказал вообще какие-то варианты, никаких вариантов не было. А в чем вы работали? Я, коллег, в следствии на ГЭС, на станции «Энергичная». А как это было? Расскажите, пришли, вам вручили поездку, вас там забрали? Вручили, по месту сказали 2 часа на сбор, если будет так быть в ДК. Тут же сказали, не явишься, тебе минимум 8 лет, ну вот это вот все. Тут же плюс еще родственники, ну те, кто пожилые, теща, насилие типа не портит ребенку будущее, не делай себе уголовку. Я сам потерянный, растерянный, и вот это все давление просто сломался и добровольно шел бы. А что за счет партии ребенку будущее? Отец не был уголовником? Вы слышите, отец будет уголовником или как? Я не знаю, как там была логика, но просто говорю, что я сам был еще один напуган, растерян. Плюс еще вот это вот от семьи. То есть я просто доверила, чтобы вы шли на войну? Не то, чтобы доверила, просто получилось так, что вот начали так, и я просто растерялся, и по итогу. Обучения так же никакого не было. То есть вот мы в Битине сидели месяц, все, что у нас, и какие болевые выходы были, большую часть времени мы просто спали на полянке. То есть просто приходили, плечешок клали, рыбы все. Ну на полигоне мы там буквально, вот нам один раз дали и гранату кинуть, один раз дали, один из два раза мы там стреляли 15 патронов просто. Все, то есть никакой ни тактической подготовки, ничего такого не было. А у вас как было? Ну у меня получается, вот в начале сентября начался призыв, ну, мобилизация. Ну они приезжали, как бы я дома отсиживался, и 6 октября, получается, во двор вышел. Ну и как раз они подъехали, с ними по виску вручили. Ну и тоже вот так, ну сроками начали делать, не явишься там срок, 8 лет. Ну и так же вот родственники типа что, ну как бы тоже ребенку будущее не подняли, в том же плане. А может ты в сообществе, я совсем понимаю? Ну там в военном-то типа ставится печать, что-то как, типа в раб государства, красная печать такая. И что-то типа, ну уже не работали на ней уже ничего в таком плане. В раб государственские времена в раб государстве? Ну я не знаю, там по интернету ходили, ну фотографии такие, там военник и печать такая, красная. Вот казнякам, кто это составил, такие печати. Ну и никакого будущего не будет. И ребенок в школу не везет, я не понимаю, что логику можете объяснить? Ну я не знаю, как бы отношение к ребенку может быть, что его отец, и потом как бы, ну, враг России и такое вот. Хорошо, а то, что отец едва от других детей, как вы можете объяснить самому ребенку? Ну вот у вас был выбор, быть с печатью этой, но быть с чистой совестью. Либо пойти на войну, убивать других детей, это же как ваш сын. Ну тогда просто вот это неразбриха была. Конечно. Ну говорили, что мы в третьей линии, типа, будем стоять, ну, мобилизованы. Ну что, как бы, не на фронт поедете, ну, как бы, в тулуку идете. Ну вы же понимаете, что уехали дети другого государства, если бы там не могли быть? Ну у нас по телевизору по другому все, как бы, агитация шла. Что наоборот, ну, как бы, украинская армия детей убивает в том плане. Ну, бомбят города, по новостям вот это все прописывали, ну, в Москве пробовали. А что вы скажете о вас с ребенком, сколько? Восемь. Пьед, что ли, значит? Пьед. Там я уже приеду, буду по-другому все объяснять. Что и как было на самом деле. Надеюсь. А если ваш сын как его зовут? Кремитий. Кремитий. Спросит папа, кто убивал, что вы ему скажете? Нет, я действительно не убивал. Ну вы же могли убивать, уже ехали на войну? Мог. Хорошо, я спросил папа, кто убил детей в Мариуполе, в Трамтеатре или кто убил детей в пуче, что вы ему скажете? Правда. Ну как вы мне скажете, кто это делал? Ну то я такому объясню, что это дело не украинские вооруженные силы. А кто это делал? Наши? Нет. Я в это еще когда первый раз эти новости видел, в принципе, верил, что не его это делали. Побывал здесь, я уже даже больше чем уверен, что это не... Ну вы сами не стали вот так чуть-чуть. Обеспечение. Ну про обеспечение я скажу так, что из этого всего обеспечения на протяжении два времени пока я здесь находился, я не увидел ничего абсолютно хорошего. То есть кто-то даже рассказывал, что элементарно не хватает пайков. Про нормальную еду многие уже и думать забыли. То есть в основном только пойти. В основном только пойти. Вода пойти, отношения командования в принципе как к скоту. То есть это вот то, что нас там когда-никогда увозили в баню, это было уже, так сказать, местное движение. То есть комбриг вообще сказал, ройте все баню за каналом и туда ходите, мойтесь. Вертали фразы, что разговаривай сильно молча, не дай бог будете отступать, я вас расцеляю. А были такие случаи? Я только говорю. На нашем участке я не знаю, но в некоторых телеграм-каналах я видел, что когда наши солдаты отступали, всегда отряды отстреливали нескольких человек. Я тоже слышал про это. Ну и можно даже сказать, об этом говорит многое, когда нам просто за спинами заминировали канал. Вам за канал? Да. А кто это сделал? По распоряжению нашего комбрика. А это какая-то другая бригада? Это же бригада, только другого отряда. Я не знаю, как бы было это подразделение саперов, подчинялись, либо подчинялись какой-то армии. Но я точно знаю, что это было распоряжение именно комбригам. Что лучше сказать про вашего комбрика и комбрика? Ну я тоже, как бы, вот, они даже на позиции никогда не приходили, не интересовались, как дела ничего. Ну и, как бы, слухи ходили, что там были пьянцы в деревне постоянно. Ну и, как бы, вот, они на расстоянии руководили просто и все. Я вот на позициях ни разу не видел даже. Вот я там месяц-двух, получается. Ну а родных вы заявили? Ну, иногда, да. Иногда? Нету, да. При заходе видеоролика? Ротный находился отдельно в деревне. На позициях он постоянно не находился. Ну приезжал к вам? Да водил какой-то, что нужно делать? Ну, так, языки появятся, общаются люди. А кто с вами общался? Докладывал и рассказал, что нужно делать? Ну, в основном все по радиостанции было. Как таковых приказов-то и не было. То есть нас просто в лесополку выкинули. Сказали, наблюдайте. Если вдруг накат, отражаете. А у вас не было такой идеи сразу ждаться в плен? Ну, без боя? Нет, я понял вопрос. Была эта идея, но просто не было возможности реализовать. А что значит была возможность? Получается, когда я был на первых позициях, ну, в деревне Чанка, там я просто даже не знал, куда идти. А когда вот здесь уже были, под Курневовкой, было понятно, что через поле, но вообще просто через поле я бы не дошел. Ну, я просто, ну, во-первых, я не знал расположение мин, были ли там мины, не было ли там мины. Ну и плюс, соответственно, там постоянно везде глаза, ну, либо просто и свои появились. То есть я просто не был уверен, что смогут украсть. Ну, вы один-то хотели бы пола вас накануться, либо это как-то сходило среди его? Один. Ну, потому что со многими было даже бесполезно разговаривать на эту тему. Почему? А, так сказать, пропаганда довольно сильная вещь. Но они же видели, что там вынегированы за них, видели какое-то отношение? Вот по вашему мнению, почему эти люди все равно продолжали выполнять приказы? Я не знаю, как это было связано, но они, как можно, верили, что в Украине это нацизм, зло. Ну, хорошо, но они видели себе такое отношение? Видели, командовали, ругали, но при этом отношения в Украине не видели. А как можно себе вообще объяснить, почему это? Я тоже пытался понять этот феномен так и не смог разорваться с этим. Почему так? То есть это уже люди привыкли, что их просто не ебут? Видимо, да. Я не знаю, как это объяснить. Ну, это же скоткое отношение. Да. Ну, к вам же блину даже лучше, если чем-то там, правильно? Намного. Спасибо. Спасибо большое. У нас вообще за буквы 0.10. Кастрируют. Да. Срезают их стикулы, запенивают тональные отверстия. И, ну, список можно продолжать бесконечно. Что типа в блине сдавайтесь. Что тут американцы толпой носил. То есть разговоров было много. Что прям звери-звери. Но вы же про грунтов огнеров слышали, да? Уже вам рассказали. Про то, что огнер наступал. Да. А как вообще вы взаимодействовали с огнерами? Получается, вот когда дюмовки нас заводили, мы какое-то время стояли рядом с кашниками. Ну, которые заключенные. Угу. Нас им дали типа на обучение. Им дали, да? Да. Мы так и не поняли, как это работает. Как смогли министерскую бригаду чем-то отдать. Вагнеру зачем-то. Ну, это там, сугубо их игры. Я не знаю, как это объяснить. Но я не знаю, чему они могли в принципе нас обучить, если они... Ну, просто доходило до того, что они кричали, вылетит кто-нибудь, откройте нам пулемет. То есть они даже не знали, как с пулеметом обращаться. А слушайте, а как вы можете объяснить вообще этот конфликт внутри между Миноборона и Вагнарадом? Почему? Ну, об этой ситуации мы узнали уже только, когда попали в плен. Нет, в принципе, мы обсуждали ситуацию с вами. Получайно отмечались от Вагнаров. Это было открытие. Это уже шестьдесят, когда вы уже не в море. Ну, у них там были свои, как бы, порядки у Вагнаров. Свои. Ну, как бы, не отступать назад, чтобы кто назад отступает и прострирует. Ну, в целом, да. Во-первых, мне нравится. Там у них все просто. Если там какое-то неповиновение, неподчинение и так далее, то у них, в принципе, разговор коронный. За работе они жестко наказывают? Либо очень сильно тебя наказывают. Ну, вплоть до обновлений. И за телефоном. Ну, я не знаю, как они относятся именно к наемному. Но про ЗЭКов нужно сказать, что они просто мясо. В принципе, такие и такое же, как и мобилизованные. Ну, и нас тоже, когда вазят, получается, кинут. Ни пути и дохода, ничего вообще. Вы вообще за кого голосовали? Я не за кого ни на выборовочки не ходил. Сколько времени уже было? Ну, только по срочке нас водили. Когда? Ну, когда в срочную службу служил. Ага. Принудительно водили, но... И вы тогда привели за кого голосовали? Так. На тот момент я за УДПР голосовал. А, то есть у вас принудительные не говорили за кого голосовали? Потому что там же все такие. Нет. Просто привели нас, как говорили, в пункт голосования. Это вы за УДПР голосовали на парламентских? Ну, в смысле такого? Нет. Президентские были. Президентские у нас же Львовского голосовали? А, начали. Ну, не знаю, у них как бы его. Он, ну, устраивал политика в окнотурмане. А почему не ходить в готовые выборы? Ну, а смысл ходить? У нас все уже там построены. Ну, я тоже в эти выборы не верил. Кандидатов таких стоит. Сголосовать нельзя. Кроме как на Путина. Вот, я не знаю. Ну, вряд ли вы ее расслышали. У нас один раз были выборы. Получается, губернатора Киевского края. И там уверенно лидировал Ищенко, коммунист. Ну, прям, конкретно было там тесное голосование против справедливого голоса. Войстерливого голоса, единороса. Он прям побеждал, побеждал, побеждал. Потом внезапно каких-то кораблей проголосовали. И победил единорос. Народ начал возмущаться. Мы потом быстренько признали, да, что были какие-то вбросы. Через пару месяцев договорили новое голосование. Там уже были другие кандидаты. Кожемяков был. И там, да я уже не помню, и другие в партии. Ну, соответственно, тут уже победил Кожемяков. Вот тут уже было вообще без разговоров, там все было сделано. Так уже единорос? Да. Ну, а хорошо, на президентских за кого голосовали? На президентских, на последних, я голосовал, по-моему, за 100. Там, на фамилии звук прямо был, я поэтому на галочку поставил. А почему не доверился? Я в Путине разуверился еще, наверное, лет 15, если не больше. А почему тогда разуверился? Как сказать? Ну, я просто вижу, что со стороны происходит. То есть, я понимаю, какие сверхдоходы идут от ресурсов. Я не вижу, в принципе, развития никакого состояния. То есть, для меня просто нонсенс, что у нас в стране есть такое понятие, как бедный работающий человек. Это для меня нонсенс. То есть, как человек работает, может быть бедный. А вы за кого? Я, в принципе, не голосую. Я всегда пускал пустой бюллетень в ящик. А почему так? Не знаю, но, во-первых, я в этом не вижу никакого смысла. Во-вторых, я, в принципе, не вникаю во все политические дела. То есть, я не понимаю, что к чему, кто лучше, кто хуже. Я в этом не вижу ничего. Может, если бы вы вникали, что у него не было, а вас бы не послали? Не знаю, но я не думаю, что от одного человека столько много наших зависит. А тогда от кого сейчас все зависит, какой ваш? Кто виноват? По моему мнению, кто самый высокий у нас. А вы кто? Владимир Владимирович. Путин? Это он не согласен? Все может быть, все возможно. А вы как думаете, кто его вопросит? Ну, руководство как бы наших. Это кто? Ну, тоже президент. Ну, и народ в целом. В принципе. То, что как бы у нас... Ну, нету такого, как бы, да... Какую-то революцию затеять. Ну, как бы... А вы бы хотели какую-то революцию? Что за пошли вы? Или погуляли? Ну, если бы основная масса стала... А основная масса это сколько должно быть? Ну, не знаю. Ну, основная масса у нас в Москве и Петербурге получает. В Дальнем Восток у нас там сколько? Миллиона полтора, если же лет, и в Дальнем Восток. Ну, может, два миллиона где-то. Ну, уже были у нас... Все деньги вот с Дальнего Востока считают. Ну, у нас там ресурсов много. Они в Москву посасывают все. Ну, будешь справа у вас попытки какие-то? Ну, у нас вот, считай, тоже губернатором сняли круглого. Он начал, как бы... Ну, для города... Для края Хабканского делать. Ну, там... Москву обламывать, как говорится. И вот его... Приехал... Ну, увезли в Москву, усудили, короче. Почему вы за Навального голосовали? Ну, про него там пропаганда тоже по телевизору пошла. Там даже психически не уравновешены упаковывают, короче. Значит... И не Путин, и не Навальный, и выбор об Ченкова. Или как? Ну, в данный момент, да. Оппозиционное поле Путин вычистил хорошо. А вы почему за Навального не голосовали? Последние выборы Навального, в принципе, не напускали до выборов. А раньше я... Какие-то моменты я был просто разочарован нашей политики. Ну, и тоже совершал эту новую ошибку, что я вне политики. Потом вот... Начал понимать, что надо как-то в это втягиваться. Вот когда за Фургалы протесты были. Я хоть если можно, что в Акраину. Я несколько раз ездил на эти протесты. Ездили на протесты, да? Да. Это когда за Фургалы? Да, за Фургалы, да. А у вас просто поддержанный коммунисток, и вам просто несправедливость не понравилась? Ну, я в целом был против Единой России. Ну, просто не нравится эта партия. Это то, что по своему поведению. Просто даже если вот взять с последнего, за 2022 год они там приняли какое-то колоссальное количество законов. То есть, если даже поразделиться на рабочее время, ну, они просто даже не успевали их читать. Не то, что там как-то будут принимать, там осуждать. Просто даже прочитать их не успевали, если вот так по большему времени посудить. Ну, как вы говорите, если бы там какая-то политическая масса встанет, а сколько людей должно достать? Чтобы вы поменяли что-то в России? Вы не побоялись людей? Ну, не их считаю. Они, ну, как бы, получается, милиция вот это все. Ну, как бы, много у нас в России получается, ну, полиции. И военных они, как бы, зарплаты подняли все. Ну, как бы, под себя подняли вот это вот. Ну, а в Китая не сколько, я не знаю. Ну, я говорю, это Москва должна стоять. Петербург, вот, основные. А если внутри, говорите, если внутри армии, как вы считаете, может быть какой-то внутренний переворот? Я думаю, очень вряд ли, если только как-то смогут сорганизоваться простые солдаты. Потому что, ну, командование, оно все по повестке, по той же работе. А что нужно сделать, чтобы вы организовались? Ну, вот, тут я даже не знаю. Потому что, ну, действительно, очень большой процент, в принципе, верят в пропаганду. А вот вы как-то, если сейчас вас видят, вы хотели помочь? Ну, чтобы просить, чтобы у меня у нас устроили. Условно говоря, свергнуть власть. Я? Да. А вы? Ну, можно было. Можно было попробовать. Или так? Ну, да. Блин, пацаны, заканчивать это вы... Вставать и пойти в команду. Да, если кому... Хватит. Да, хватит воевать уже. Скажите, что у вас кто-то не заставлял, так говорите. Нас никто не доставлял. Нас никто не доставлял. Это чисто наше мнение. Это наше мнение. Да, сугубо лично. Тюрем, пацаны, на всех не хватит.